В эти дни в поселке Красное работает мобильный медицинский отряд. Напомню, в Ненецком округе он существует с 2007 года. За это время возможности и техническое оснащение специалистов постоянно меняются в лучшую сторону. Для организации медицинской и консультативной помощи в Красное отправилась бригада из 14 специалистов. Хирург, терапевт, офтальмолог, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог, отоларинголог, психиатра-нарколог, невролог, а также медицинский персонал. Причем некоторые из них приехали впервые. Так, врач-аккушер-гинеколог Татьяна Биктубаева к передвижному медотряду присоединилась 30 августа прошлого года. Она уроженка республики Башкортостан. До приезда в Ненецкий округ работала в Екатеринбурге. Здесь все замечательно, коллектив замечательный и население очень специфическое, замечательное, совершенно все радушные, очень тепло приняли. И оборудование очень хорошее, позволяет всем обеспечивать все, что нужно, все есть. В этом году бригада получила новую УЗИ-аппаратуру и уже приходит к тестированию телемедицинского оборудования, при помощи которого станет возможным дистанционно получать результаты кардиограммы и анализов пациентов. Также в феврале передвижной медотряд ожидает новый рентген-аппарат, который уже находится в центральной районной поликлинике и проходит ряд испытаний. Поступил аппаратно-программный комплекс системы удаленного телемедицинского консультирования. Сейчас второй день производятся настройки его. После того, как произойдут настройки, введем его в эксплуатацию. Активно использовать этот аппарат будем с 17 января в поселке Красном. Попасть на прием к врачам можно в порядке живой очереди. Местные жители приезда медбригады ждали с нетерпением, ведь не всегда получается выехать в город, чтобы пройти комплексное обследование. Я очень долго ждала нового оборудования и хорошо, что есть мобильный отряд, который может нас проверить здесь, в поселке Красное. Замечательно, что у нас есть в Красном такая амбулатория, где принимают врачи, потому что в городе попасть очень сложно к специалистам. Записаться даже по телефону довольно-таки сложно. И у нас еще проблемы с транспортом, то есть нужно подстраиваться под автобусы. Также передвижной медицинский отряд проводит комплексное обследование и выдает необходимые заключения студентам и ученикам старших классов для поступления в высшие учебные заведения. В Красном специалисты будут работать до 31 января. После чего мобильная медицинская бригада посетит поселки Нельминос, Андик, Макарова, Тервиска, Харута, Ома, Несь и другие. Олег Итанзейский, Наталья Кислякова, Вадим Стасюк. Телеканал Север.